Весна идет, весне дорогу. Несмотря на то, что в городе еще много снега, а зима не спешит уходить, в Иванове уже появились подснежники. Встретить их можно даже у жилых многоэтажек. Не исключение и дендрарий Ивановской государственной сельскохозяйственной академии. Здесь подснежников гораздо больше. Своим столь ранним пробуждением галантусы обязаны теплотрассе, которая как раз проходит по территории дендрария. А вслед за ними здесь появятся крокусы, хохладки и пролески. Весну почуяли растения в оранжерее Дворца детского и юношеского творчества. Несколько солнечных дней в конце февраля благоприятно сказались на состоянии растений. Хотя цветет здесь что-то круглый год. В нашей оранжерее, хотя она и северная, уже началась весна. Цветет калерия. Она спала всю зиму, проснулся и зацвела. След за ней зацвела клумные, леписцы, кислица, бегония. А выше цветут лимон и мандарин. И на них одновременно еще ввестят плоды. Успели зацвести в оранжерее и бегонии. Елене Михеевой, воспитаннице студии «Флорис», даже удалось вывести новые разновидности гибрида этого растения. Я скрещивала два сорта бегонии БВ, черный бархат и тига. Из них получились три разновидности гибрида. Вот они перед вами. Каждая из них по-своему уникальна. Две из них сейчас цветут и растут. Такие только у меня сейчас. Оранжерею всегда людно. Много желающих приходит сюда, чтобы посмотреть на растения, подышать свежим воздухом. А он здесь действительно особенный. Все растения, они же очищают воздух и освежают его. Потом воздух здесь более влажный. И за счет того, что прохладно, получается очень интересное сочетание свойств. Прохладно, свежо, все пахнет, цветет. Если вы устали от зимней серости и однообразия, загляните в оранжерею. Весеннее настроение гарантировано. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.